Всем привет! С вами Алексей Осипенко. Я бизнес-тренер, тренер, который зажигает. И мой вопрос. Что определяет вашу сегодняшнюю эффективность и уровень вашей жизни? Ответ – это прошивка. Все определяет прошивку. Или, другими словами, то, что я имею, я имею ровно столько, сколько умещается в мою голову. И поэтому самое важное в жизни – это уметь менять прошивку, перепрописываться. Что такое прошивка? Это стиль мышления, которым мы обладаем. Это набор мыслительных инструментов. Это то, что в голове находится. И я приглашаю вас на первую практическую конференцию риэлторов, где можно поменять свою прошивку. И я сейчас покажу вам один пример из спорта, каким образом прошивка влияет на эффективность спортсмена или на эффективность боевого стиля. Почему эта груша висит так низко? Итак, мы говорим с вами о важности прошивки. На примере боевых искусств. Есть боевое искусство тэквондо, которое отличается быстрыми, сильными, высокими ударами. Ударами в голову. И это очень красивый вид спорта. Я посвятил несколько лет изучению и тренировкам по игровому виду спорта. Но есть другой вид спорта, называется тайский бокс. Там тоже есть работа ногами, работа руками. Но есть одна особенная фишка в тайском боксе. Не только, конечно, в нем, но, скорее всего, оттуда это пришло. Это называется лоу-кик. Удар по бедру. То есть вот сюда. Видите, почему он лучше висит? Потому что как раз вот этот уровень совпадает с бедром. Этот лоу-кик перевернул расстановку сил в мире на рингах, где сражаются люди из разных стилей. Сравниваем с тэквондо. Тэквондист всегда ориентирован на очень высокий удар. Вот видите, как в примере, что происходит. Тайский боксер, он нацелен на удар лоу-кик. Выбить ногу. Да, есть много других ударов, но самое важное, и самое, что проходит чаще всего, это удар по бедру. И несколько сильных ударов по бедру противника просто вырубают. Как это относится к прошитке? В голове тайского боксера прошита необходимость вот этого удара. И он его всегда проводит. Когда на поезд тайский боксер выходит эквагист, он тоже мог убить этот удар. Потому что это, ну, как бы, если я могу ударить в голову, конечно, я могу ударить и по голени. Или по этому, по бедру. Но тэквондист, он прошит по-другому. Он всегда старается провести высокий удар. И если вы посмотрите вот ситуации, когда идет бой между тэквондистом и тайским боксером, и не всегда тайцы, конечно, выигрывают, но... То вы увидите, что тэквондист всегда делает что-то, что он умеет лучше всего. Он пытается закинуть голову, закинуть ногу в голову. А тайцы продолжают обрабатывать бедро. Таким образом, рано или поздно противник падает. Именно поэтому я не тороплюсь выступать на соревнованиях по тайскому боксу, потому что боюсь за свои колени. Итак, зачем я все это вам рассказываю? Мы говорим о важности прошивки. Конференция, куда вы можете приехать, это как раз то самое место, где вы можете поменять свою прошивку. Если вы найдете какой-то один инструмент, который поможет вам работать по-другому, который поможет вам в переговорах вести себя по-другому и делать что-то, что вы раньше не делали, то вы получите другие результаты. И ваша картина работы может измениться, как расстановка сил на рингах. От себя я обещаю две техники или две темы. Одну для риэлторов, которые работают с клиентами, это как вернуть клиента, который сказал вам нет. Технология обработки возражений, причем не банальная технология. И тема для руководителей, это как создать внутри агентства систему нематериальной мотивации, которая будет включать энергию и заставлять ваших людей достигать больше результата. Причем заставлять в позитивном смысле. Как наполнить работу своего агентства энергией и воодушевлением. Итак, с вами Алексей Осипенко, тренер, который зажигает. Приходите, будем менять прошивку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова